Добрый день, уважаемые читатели! В 2021 году исполняется 205 лет со дня рождения замечательной английской поэтессы и писательницы Шарлотты Бронте. Её звезда взошла на литературном небосклоне в 1847 году, когда на суд читателей были предложены романы сестёр Бронте, Джен Эйр – Шарлотта Бронте, Грозовой перевал – Эмилия Бронте и Агнес Грей – Энн Бронте. Опубликованные в один и тот же год, они сразу привлекли к себе внимание известнейших людей того времени. Даже английская королева Виктория отдала им должное. Ходили слухи, что романы написаны одним и тем же автором, имеющим несколько псевдонимов. Мифы дальше окружали их творчество и даже пережили самих сестёр. К сожалению, жизнь их была трагически короткой. Шарлотта Бронте родилась в семье сельского священника 21 апреля 1816 года в одном из глухих районов Йоркшира. Когда девочке было пять лет, её мать скончалась. На руках отца осталось шестеро детей. Дом, где проживала семья, располагался на отшибе, рядом с кладбищем, и из окон детским взором открывался довольно грустный пейзаж. В 1824 году Шарлотта со старшими сёстрами отправились получать образование в школу для духовенства. В приюте царил холод и грязь. Детей кормили отвратительно. За малейшую провинность наказывали и унижали. Старшие сёстры Мария и Элизабет не выдержали тяжёлых условий и умерли от туберкулёза. Смерть дочерей заставила отца забрать Шарлотту и Эмилию домой. Восьмилетняя Шарлотта, оставшись старше среди детей, заботилась о младших, взяв на себя ответственность за семью, что закалило её характер, сделало мудрой и стойкой к жизненным невзгодам. Дети много читали, сочиняли пьесы, писали стихи, вели хронику событий, происходивших в придуманной ими фантастической стране. Однако злой урок преследовал их семью. Не дожив до 30 лет, скончались Эмили и Элэн. На 31 году умер брат Брэнол. Немногим дольше прожила сама Шарлотта. В 1854 году она выходит замуж за священника. Брак был счастливым, но коротким. Она ждала рождения ребёнка, но судьба не была к ней благосклонна. В марте 1855 года Шарлотта Бронто умерла. У каждого писателя есть своя книга, в которой его талант, ум, душа воплощаются особенно полно. У Шарлотты Бронто это Джен Эйр. Этот роман бесчисленное количество раз переиздавался в разных странах. Его экранизировали. В Англии этот роман изучают в школе. История создания романа начиналась в долгие скучные вечера, когда весь дом в Хауорсте отходил ко сну, и ровно в 9 отец запирал входную дверь. В такие часы сёстры читали друг другу написанное за день, обсуждая все перипетии жизни, борьбы и любви своих персонажей. Однажды Шарлотта упрекнула сестёр. Почему их героини обязательно хороши собой? Ведь иначе читателя не привлечёшь, наивно ответили те. Вы ошибаетесь. Хотите, моя героиня будет некрасивой внешне, но по-человечески настолько интересной, достойной и привлекательной, что её полюбят? Задуманное её, полностью удалось воплотить в жизнь. Именно такой героиней стала её Джен Эйр. Роман Джен Эйр принёс писательнице мгновенную славу. Пронзительная история со счастливым концом, нестареющая классика английской литературы. Джен Эйр – история маленькой гувернантки, бедной, некрасивой, но сумевшей завоевать сердце богатого, почти разочарованного в жизни хозяина замка. И даже те, кому не удалось прочитать эту книгу, знают о её удивительной героине, Джен Эйр, нашедшей после многих гористей своё счастье. Творческое наследие писательницы составляют 4 романа, стихотворения и 2 больших тома переписки. В романах «Учитель», «Городок» и «Шерли» ставятся проблемы женского равноправия, социального неравенства, отражены рабочие волнения, обсуждаются вопросы образования. Произведения Шарлотты Бронте во многом автобиографичны, в них отразились впечатления и события её личной жизни. После смерти Шарлотты, её подруга Элизавет Гаспел собрала все письма и написала биографию «Жизнь Шарлотты Бронте», которая до сих пор считается одной из великих биографий в мире. Закончить я хочу цитатой из великого произведения Шарлотты Бронте. «Жизнь слишком коротка, и не стоит тратить её на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды». Уважаемые читатели, приглашаем вас в Красноярскую краевую социальную библиотеку-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, познакомиться с материалами, рассказывающие о жизненном и творческом пути Шарлотты Бронте, а также с представленными нам изданиями книг писательницы, включая, конечно, знаменитый роман «Джен Эйр». Субтитры создавал DimaTorzok «Джен Эйр»